Всем доброго времени суток! При желании перед или после просмотра данного видео вы можете ознакомиться с обзорами на предыдущие игры по данной вселенной. Все ссылки в описании. Разработкой Властелина Колец Противостояния занимались ребята из пандемик и в их планы входило дать возможность геймерам поучаствовать в массовых замесах Средиземья. В качестве рядовых вояк или известных героев. Но судя по разношерстным оценкам, что-то пошло не так. Как таковой полноценной истории тут нету, а за основу здесь просто взяли массовые баталии из фильмов и книг по Властелину Колец, в которых мы выступим в роли рядовых солдат, временами переключаясь на героев данного мира. И да, далеко не все баталии достоверны, типа мы можем в качестве рядового мага поучаствовать в штурме Изенгарда, да и это касаемо лишь светлой стороны. Тьма же нам предложит альтернативный сюжет со штурмом Шира и Ревенделла. Перед началом приключения нам желательно пройти обучение, что вернет нас во время Исселдура и позволит сразиться с Сауроном за его колечко. Попутно обучив нас управлению и возможностям игры, ну и продемонстрировав довольно неплохую для своего времени графику и хорошие спецэффекты. После чего мы, впитав основы, устремляемся спасать Средиземья. Тьма откроется после прохождения засвет. И поначалу все довольно неплохо, бегаем, сражаемся, захватываем, однако лично я не ощущал от сражений эпичности и массовости. Несмотря на задники с огромными армиями или битвами, так как во-первых задники тут выполнены так себе, враги респавнятся, ну и я играл в Династии Вариорс. Где битвы были действительно массовые и нам не указывали куда идти и что делать, а мы сами носились по территории, затыкая дыры в нужных местах и проламывали строй врагов где необходимо. Поэтому признаюсь, что к середине первой кампании игра начала наскучивать. Прохождение разбито на миссии, что следует строго друг за другом, 8 за свет, 7 за тьму и позволит нам в первом случае пройти путь от Хельмовой Пади до Черных Врат, но во втором добраться до Шира, захватив по дороге значимые места Средиземья. Фактически каждая миссия представлена коридорной локации, где нам надлежит пробежаться по контрольным точкам, выполняя условия заданные в них. Захвати место, продержись энное количество времени, разрушь объект, уничтожь врагов, после чего бежим к следующей точке и так до финала. В начале каждого сражения нам дают возможность выбрать игрового персонажа, которых можно поделить на 4 класса. Воин, специалист ближнего боя, с хорошим здоровьем и мощным ударом. Лучник, слабое здоровье, но дистанционная и довольно быстрая атака, с возможностью атаковать до 3 противников за залп. Разведчик, может становиться невидимым, после чего ваншотить любого рядового противника, но вот в честной схватке ему придется не сладко. И маг, мощное, хотя и не шустрое колдовство, плюс магия исцеления. И могу сказать, что по крайней мере в одиночном прохождении, игру можно проходить и с друзьями, классы далеко не сбалансированы и воин или маг держат планку первенства. Оставляя лучника и разведчика в тени. Конечно, от точки к точке мы будем пробиваться через толпы врагов, в схватке с которыми будут принимать участие и наши союзники. И те, и те зачастую будут респавниться в своих зонах, поэтому зачисткой тут заниматься бесполезно, а битва заканчивается лишь при выполнении всех этапов миссии. Виртуальный интеллект супостатов, как и союзников, весьма низок. Болванчики способны лишь переть по прямой и использовать доступные им удары. Хотя в проектах с массовыми баталиями усложнять бои и не нужно, и так врагов выше крыши, и тут главное не умереть. Хотя смерть в противостоянии не критична, и у нас есть по несколько жизней на каждый уровень. Ну а при склеивании ласт нам дают выбрать новый класс вояки и снова пускают в бой. А здоровье герой пополняет, находя специальные сферы, остающиеся после убийства врагов. Выполнив все условия, нам показывают очередной ролик, состоящий из кадров из фильма, и снова бросают в бой. 6,5 баллов. Такую оценку в свое время поставила игре игромания, чему я очень удивился. Ведь как по мне, игра максимум тянет на пятерку. И то, когда на улице хорошая погода, а у обзорщика отличное настроение. Почитав отзывы, я и сам увидел, что есть геймеры, которым игра понравилась. Но вот чем для меня остается загадкой. Ведь из плюсов тут лишь хорошая для своего времени графика, ну и мир среди земля. Но вот сюжет представлен набором миссий с массовыми битвами, эпичности в которых не ощущаешь. Ведь все, что от нас требуется, это бегать в заранее отмеченные места и выполнять однообразные задачи. Итак, из миссии в миссию. И поначалу это занимает, но после становится скучно. Ведь больше геймплей ничего предложить не может. Прокачки нет, подбираемой экипировки нет, настоящих массовых битв, где от тебя зависит исход, как в Династии Вариорс, нет. Враги-то респавнятся. Поэтому для меня противостояние является наиболее слабым проектом во всей линейке игрушек о Средиземье. Ну а мы идем дальше, в 2011 год, где нас ждала новая игра по Властелину. Но о ней как всегда в другой раз. А на сегодня все. Всем удачи и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok